В Горсовете намерены отказаться от общественных инспекторов, которые были призваны помочь в сохранении культурного наследия города. Как уверяют чиновники, мера эта временная, пока не будет разработан механизм действия этой структуры. Об этом в ходе встречи с общественными активистами сообщил новый начальник управления по охране объектов культурного наследия. Тут вот в Одесской мэрии решили отказаться от общественных инспекторов, о чем заявил новый исполняющий обязанности начальник управления по охране объектов культурного наследия Павел Остапенко. Это имя пока мало что говорит одесситам, кроме того, что именно его Труханов поставил на место убывшего с должности печально известного Шлюгина, и которого сам Труханов назвал первой скрипкой, которого они все ждут подачи. Нет, понятное дело, городской голова может позволить себе перепутать футбол и консерваторию. Главное, чтобы тот, кто у нас теперь отвечает за культурное наследие, понимал, за что он отвечает и перед кем. Некоторое время назад чиновники сильно захотели прибегнуть к помощи общественности и учредили такую себе структуру общественных инспекторов. Вроде как это все призвано было тому, чтобы гражданин, общественный инспектор, реагировал на культурно-архитектурную несправедливость и сообщал об этом куда надо. Тем более, что у самих чиновников, несмотря на раздутый штат, как выясняется, фиксировать такие нарушения просто некому. Но не прошло месяца, как выяснилось, общественный инспектор и теперь ни к чему. К нам поступило огромнейшее количество жалоб, по которым мы получаем эти жалобы в связи с тем, что происходит злоупотребление вот этими удостоверениями общественных инспекторов. Эти общественные инспектора превышают свои полномочия. Каким образом? Да, каким образом расскажите. Поделитесь, пожалуйста, каким образом они превышают? Значит, я вам сейчас, давайте я закончу, потом мы будем полемикой заниматься. Смотрите, есть в законе четко сказано, да, о том, что общественный инспектор может наглядаты. И никаким образом общественный инспектор не может, благодаря своему удостоверению, проникнуть в квартиру, на территорию стройки, начать рассказывать кому-то о том, что ему закончить работы, остановить работы, не останавливать работы, это все повноважение управлений. То есть вы понимаете, это во всех безобразиях общественные инспекторы виноваты, которые машут корочками и врываются в частную собственность, заметив там незаконные работы. Зато теперь все, врываться не будут. И как вы думаете, станет ли незаконных перестроек меньше в связи с этим? Или может быть это спасет хоть один падающий памятник архитектуры, особенно оформленный на частное лицо? Да и вообще, после таких заявлений сильно странно звучат уверения чиновников в том, что деятельность общественных активистов очень важна для них. Вы желаете вызовывать участие общественности в сфере охраны наследия в тот момент, когда у вас не будет общественных инспекторов? Ну, еще раз вам говорю, на данный момент проблема с инспекторами, она решается, она временная. Она временная, она не постоянная. На тот момент, пока нету, собственно говоря, официальных общественных инспекторов, кто мешает человеку прийти, неважно, гражданин, представитель общественной организации, депутат, просто прохожий, зайти в управление, написать на электронный адрес, позвонить в конце концов и сообщить, что по такому-то, такому-то адресу, по его мнению, происходит нарушение. Ну, то есть что-то вроде стучить и в рельсу. Хотя нет, стучать в рельсу, наверное, получится с большим результатом, чем достучаться до чиновников. Знаете, это как дозвониться в экстренную службу, где вместо человеческого голоса ты слышишь – оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас. И так, пока не закончится терпение. А терпение у одесситов, похоже, уже заканчивается.